Со школьной скамьи мы знаем, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Но здесь не хватает еще одного плюса — это фотошоп. Даже сегодня, в эпоху наличия огромного количества альтернативных источников информации, людям все равно довольно просто промывать мозги. Ко мне буквально на днях приезжал мой приятель Женя, который уже больше 20 лет живет в Бостоне, и мы в очередной раз убедились, как же просто людям втюхать то, что им нужно. Американцам про Россию, россиянам про Америку. Сразу хочу сказать для верующих в господа нашего Иосифа Сталина, что задача этого ролика — не бросить тень на великого усатого, а просто показать очередной раз методологию и технологию создания нужных идеологических мифов. Я тем же самым занимался в рамках проекта «Россия. Чужой взгляд». У меня есть книжка специально написанная о пиаре во время русско-японской войны. Меняются эпохи, меняются страны, меняется государственный строй. Но суть остается прежней. Начнем с главного классического примера. Вот этот снимок был сделан в феврале 1897 года, когда в один из трех дней свободы после 14-месячного заключения, причем одиночного, и перед последующей ссылкой, все те, кто изображен здесь, зашли в фотографию Везенберга и Ко. Это Вознесенский проспект, дом 32. Между прочим, фотоателье это находилось напротив церкви Вознесения, которая дала название самому проспекту, и которая потом была благополучно снесена. А на другой стороне виден кусочек дома. Этот дом связан с историей народной воли, и именно в нем делались бомбы для убийства Александра II. Об этом есть, например, подробные воспоминания Веры Николаевны Фигнер, которая была хозяйкой конспиративной квартиры. Впрочем, у меня есть об этом отдельная экскурсия, и, надеюсь, скоро будет отдельная и видеоэкскурсия. Вот как вспоминал об этом Василий Васильевич Старков, он на фотографии крайней слева. Выйдя из тюрьмы, мы и дружной группой так и пошли по улицам города. Идем взволнованные, возбужденные, и вдруг поравнялись с домом, на котором вывеска фотография. Через три дня нам всем придется расстаться, сошлют нас в холодную далекую Сибирь, разбросают кого куда по ее бескрайним студеным просторам. И в эту самую минуту сама собой родилась мысль сфотографироваться перед разлукой, сохранить на память карточки. Так тогда говорили. И вот каждый получил такую фотографию. Я, ребята, прошу прощения, может быть, на заднем фоне у вас будут мяукающие голоса. Это мои коты. Извиняйте. Вообще, традиция групповых снимков, она была тогда вполне в ходу, ими действительно дорожили. Вот в конце 1897 года Ленин писал своим родным в письме, что «А карточек и группы так-таки нет, да нет». Анатолий Александрович Ванеев, он на снимке крайней справа, писал Доминике Труховской, что карточки он получил, но сетовал, что вышел неудачно. Интересная дальнейшая судьба всех тех, кто изображен на этом снимке. Слева от Ванеева стоит Петр Кузьмич Запорожец. Он буквально в смысле сошел с ума и умер в Винницкой психиатрической больнице в 1905 году. Анатолий Ванеев заболел плевритом, который, естественно, усугубился условием ссылки, и плеврит развился в туберкулез. Он умер в 1899 году, ему было всего 27 лет от роду. Ванеев буквально 20 лет не дожил до рождения своего первенца, сына. Известна судьба потомков Ванеева. Анатолий, родившийся в ссылке, стал известным радиоинженером, добровольно ушел на фронт, погиб при защите Ленинграда. Его сын тоже, Анатолий, стал религиозным философом и принципиальным ненавистником коммунизма, за что 10 лет провел в лагерях. А его сын Лев покинул страну и живет в Америке. Кто бы сказал вот этим людям, присутствующим на этой фотографии, что потомки одного из них будут так относиться к самой лучшей системе планеты Земля, которую они пытались насадить в отдельно взятой стране. Более того, сам бы Ленин удивился, как Валентина Терентьева, заместитель директора музея-заповедника Шушенское, которая напечатала статью об этой фотографии в журнале «Красноярские рабочие» номера 20 апреля 2011 года, описывала судьбу самого Владимира Ильича Ульянова. Финал жизни этого человека, пишет она, был трагичен. Всего в 54 года неполных он медленно умирал от страшной болезни в полной политической изоляции, которую обеспечили ему им же взращенные соратники. Умер, успев понять, что дело, на которое положил жизнь, не очень удалось, да и мировой революции не случилось. Интересная трактовка работников одного из главных ленинских музеев. Самым удачливым стал Глеб Крожирановский, он сидит слева от Ленина. Ну, когда мы произносим эту фамилию, мы, естественно, подразумеваем план Гойла Ро. Умер он, собственно, смертью в возрасте 87 лет и в статусе советского академика. Кстати, ему принадлежат слова известной песни «Вихри враждебные веют над нами». Но в рамках нашего рассказа, конечно, самой интересной личностью является Александр Леонтьевич Малченко. Он стоит между Лениным и Крожановским. Если мы посмотрим на его фотографию, которая была сделана там же, на Вознесенском проспекте, но уже в другом доме номер 45, то мы увидим перед собой, ну, такого вполне себе дарвляционного хипстера. В советское время о нем говорили так, как нужно было говорить, потому что об этом было написано в 55-м томе полного собрания сочинений В.И. Ленина. Малченко А.Л. Родился в 1871 году. Год смерти, надо заметить, не указывали. Социал-демократ по профессии инженер-технолог. Член Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. В 1895 году был арестован. В 1897 году сослан в Архангельскую губернию на три года. Позднее от революционной работы отошел. И все. Больше ни слова. Естественно, эта фамилия канула в лету. Хотя, судя по воспоминаниям и даже конкретным каким-то его деяниям, это был вполне образованный, интеллигентный человек. Вполне благородный и порядочный. Партийная кличка у него была Кокс. Но не нужно тут шуток за 300. После революции он был таким советским функционером. Был на госслужбе. Занимал вполне себе руководящие посты. В делах, связанных с инженерным делом. Но в 1929 году его арестовали и расстреляли как американского шпиона. А поскольку американский шпион не может стоять рядом с Лениным. И более того, сам Ленин, наверное, и не догадывался, что оказывается рядом с ним стоит будущий американский шпион. То в 1939 году появилась новая версия этой же фотографии, только без врага народа. Хотя если бы люди, разглядывающие эту фотографию, включили бы мозг, то они поняли, что композиция несколько странная на самом деле. Особенно учитывая традицию выстраивания групповых фотографий. То есть она явно кастрированная, но какое дело было простому советскому человеку до всех этих перипетий. В 1958 году выяснилось, что, упс, оказывается, Малченко не американский шпион, никогда им не был. Его реабилитировали. Ну и, соответственно, после этого он опять вернулся на эту фотографию. Которую в наше время можно видеть даже в цвете. За что большое спасибо, Клим Бим. Лично я подписан на этот инстаграм. Рекомендую вам сделать то же самое. Логичный вопрос, почему не убрали Юлия Осиповича Мартова, который сидит справа. Ведь он очень жестко разошелся с Лениным и был лидером меньшевиков. Более того, он обнародовал факт, что в 1910 году Сталин был исключен из партии из-за ограбления банка. Уже одного этого достаточно было бы, чтобы лицо этого предателя Родины нафиг стереть со снимка. Но Мартов являлся одной из самых заметных фигур не только в этой группе, но и вообще среди социал-демократов России и Европы. Поэтому вот приходилось с этим считаться. Из холодного Петербурга перенесемся в солнечную Италию, на остров Капри. Вот фотография 1908 года. Ленин играет в шахматы с Богдановым. Вообще, конечно, про Богданова, про его, так сказать, союз Луначарским, Красиным, про их поиски в богостроительстве, богоискательстве. Ну, короче, вот в этой попытке поженить христианство и коммунизм я все мечтаю замутить отдельную лекцию. Тем более Богданов. Это у нас и институт переливания крови, и вообще все эти идеи бессмертия, которые повлияли, кстати, на консервацию Владимира Ильича Ленина в Мавзолее. Но мы пока что рассмотрим оригинал этой фотографии, где сидят справа налево. Это Александр Богданов непосредственно, Владимир Ульянов, Иван Лодыжников. Стоят справа Наталья Малиновская, дальше Зиновий Пешков, Алексей Пешков, он же Максим Горький, и Владимир Базаров, то есть Руднев. Чуть позже случается небольшая оказия. Базаров, философ, экономист, социал-демократ, бла-бла-бла, вместе с такими же экономистами, их было более десятка, был арестован летом 1930 года под делу Союзного бюро РСДРП в скобках меньшевиков. И хотя в глазах Максима Горького, Богданов и Базаров были крупными людьми, отлично всесторонне образованными в партии, я не встречал равных им, считал их с Лениным людьми одной цели. Так писал буревестник революции. Несмотря на то, что Базаров не признал своей вины, на допросах все отрицал и не считал себя ни антисоветчиком, ни человеком, который какую-то антисоветскую деятельность осуществляет. Однако он был приговорен к пяти годам тюремного заключения. В 1932 году его выпустили, и он отправился ссылку в Саратов, затем на Кавказ. Но с фотографии его удалили на всякий случай. Базаров был реабилитирован фотографически аж в 1990 году. Ну и не фотографически тоже. Есть более известная версия этой фотографии, которая гуляла долгое время по интернету в виде мемасика. Вот сверху обычно люди писали, что Владимир Ильич готовится съесть ферзя. Следующим пунктом нашего марлезонского балета является фото Ленин шагает по Красной площади. В 1919 году это был парад войск Всеобуч. Всеобуч – это такая организация, была создана для того, чтобы всех обучать. Отсюда название – военные подготовки. На оригинале снимка присутствует товарищ Троцкий, то есть Бронштейн. Начинаем привычный нам кулинарный процесс, отрезаем все ненужное, и далее показываем фотку массам, которые, естественно, не могут ничего перепроверить. Ну и в наше время эта фотография опять-таки появилась в цвете, где все гораздо лучше видно. Теперь к фотографии события, которое само по себе стало мемом. Это все связано с знаменитым ленинским бревном. Оно уже само по себе стало мемом. Это субботник, первый всероссийский коммунистический субботник 1920 года. Значит, что мы здесь видим? Мы видим Ленина, который несет бревно, он крайне справа. Для начала, поскольку, видать, решили, что как-то не хватает еще каких-то значимых лиц, впендюрили на фото Калинина. А у мужика на переднем плане появились усы. Далее на основе этой фотографии была создана картина, а с нее репродукция, которая активно распространялась по всему Советскому Союзу. Ее автор художник Соколов создал ее в 1927 году. Ну и вот эти черно-белые репродукции выдавали за фото. Крайне интересны вот эти башенки на заднем плане. Что это такое? Это памятник, на самом деле, Александру Второму, который был установлен в Кремле и который потом был благополучно разрушен и не только в рамках субботников. Это такая традиционная история про наше царство-государство. Если ты царь-освободитель, то вот тебя ненавидят и хотят убить. И памятники тебе сносят, а вот если ты какой-нибудь там Иван Грозный, то тебя любят и уважают. Вот в таком пароксизме мы и живем до сих пор. Мне иногда пишут, что вот мой дед был репрессирован, он все равно уважал Сталина. И я его за это понимаю. Я думаю, то есть вы, многоуважаемые анонимы, обычно это анонимно пишут, хотите сказать, что вы гордитесь тем, что ваш дед был терпилой и то, что вы тоже терпилы. То есть вам надо, чтобы вас били, чтобы вас унижали, убивали, чтобы вы начали уважать власть. Ну, как-то не хочется жить в стране терпилы, хотя, конечно, это личное дело каждого. Памятник Александру Второму был недавно восстановлен, правда, не там, где он стоял. Изначально он сейчас располагается рядом с храмом Христа Спасителя. Следующая фотография, сделанная в самом центре Москвы. Вы можете с правой стороны угадать гостиницу, ну, какую, напишите-ка мне в комментариях, что это за гостиница и что за театр располагается на заднем плане. Ленин толкает речь перед солдатами, которые отправляются на польский фронт. Справа от деревянной трибуны мы видим Каменева, он же Розенфельд, и Троцкого, он же Бронштейн. Ленин умер, Троцкий познакомился с ледорубом, Каменев, как и Зиновьев, как и многие другие с застенками на Лубянке, и надо было что-то делать с фотографией. Соответственно, было две версии. Первое, ее просто обрезали ножницами, ну, а второе, более сложное, фотошопчики того времени соратников Ленина просто истребили. Чтобы все это заполировать, нужно, конечно же, создать картину. И ее написал один из главных вообще идеологов Лениниады, Исаак Бродский в 1933 году. Но на картине, конечно же, никаких ни Троцких, ни Каменевых быть не могло. И это при том, что в 1921 году Бродский писал портреты как Троцкого, так и Зиновьева. Ну, а в нашем время эта фотография появилась в цвете, тут уже прошелся современный фотошоп. И не ради того, чтобы кого-то убрать, а ради того, чтобы погрузить нас еще больше в атмосферу того времени. Естественно, немного в Инстаграме того времени улучшались лица. Ну, вот в частности, Сталина. Он был крайне недоволен, как он был изображен на обложке Тайм. У меня, кстати, есть об этом аж два выпуска в серии «Российчий чужой взгляд», потому что все эти журналы и Тайм и Лайв с изображениями там и Рокоссовского, и Жукова, и Сталина, и даже Патриарха в 43-м году вышел этот номер. Это все у меня есть, и об этом есть куча видео. Ну, и вот, соответственно, поскольку Иосиф Виссарионович, как видите, немножко переживал о собственной внешности, то ее заметно улучшили. Довольно невинный пример. Заменили одежду у Лаврентия Берии. Вот не захотелось ему быть военным, захотелось быть штатским. Ну, пожалуйста. Вот еще одно знаменитое «до и после». Значит, перед вами ссыльные большевики в 1915 году в Туруханском крае. В черной шляпе знакомое лицо товарища Сталина, а рядом с ним стоит Каменев. Но, понятно, да? Каменев был осужден по делу Троткиско-Зиновьевского центра, расстрелян в 1936 году. Реабилитировали его только в 1988 году. На второй фотографии видно, как лицо врага народа прямо вот старательно, но довольно грубо, при этом затерто. И на этом месте осталось просто черное пятно. Видать, там НЛО прилетело. Групповая фотография это 1919 год, на которой представлены участники 8-го съезда РКПБ. Вот ее оригинал. Сама фотография не особо распространена, а вот фрагменты более чем. Ну, сначала в народе появилось вот это Ленин, Сталин и Калинин. Калинина затем убрали, нахрен он тут сдался. Остались вождь и его преемник путем простой обрезки. Ну, главное распространить нужное фото. В данном конкретном случае вот это действие, которое в фотошопе называется КРОП, имело еще одно объяснение. Если мы посмотрим на изначальную фотографию, то мы вдруг выясним, что на ней, как потом выяснится, присутствуют враги народа. Ну, например, Ивар Смилга. Его легко узнать, не удивляйтесь вообще имени, фамилии, он был латыш. Он сидит в левом нижнем углу, такой лысоватый, в очочках пенсне с бородкой. Между прочим, человек активно помог совершить Октябрьский переворот, Октябрьская революция, кому как удобнее, потому что именно он в день восстания осуществил переброску верных большевикам войск из Финляндии в Петроград и они приняли участие в штурме Зимнего дворца. Ну, потом его не раз исключали из ВКПБ, ну, а 10 января 1937 года приговорили к расстрелу за участие в Троцкийской контрреволюционной террористической организации. Тело его было сожжено и прах был зарыт в одной из общих могил Домского кладбища. Досталось его жене Надежде Полуян, которая, естественно, вслед за мужем была арестована и расстреляна уже на этот раз в Карелии. Судили и дочку его, причем вместе с четырьмя одноклассницами, за контрреволюционную агитацию. Она конкретно в лагерях провела 14 лет. Иварс Милга был реабилитирован 3 апреля 1987 года и восстановлен в коммунистической партии. Только нахрен наему это уже было нужно непонятно. Ну или вот затерявшийся на заднем плане четвертый слева такой фуражки немножечко в тени Александр Белобородов. Он был арестован уже в 1936 году, расстрелян на коммунарке, на полигоне коммунарка в 1938 году. Спустя 20 лет реабилитирован, но в КПСС восстановлен в 1962 году. Жена его Яблонская Франциска Викторовна была точно так же, как и он расстрелян в 1938 году. Ну в общем этот мартиролог можно долго продолжать. Все эти прекрасные участники восьмого съезда Российской Коммунистической Партии большевиков на тот момент не предполагали вообще, что оказывается они сами могут стать жертвами той системы, которую они насаждают. Но главное в этой ситуации было, конечно же, убрать всех вот этих персонажей, дабы не смущать советских людей, не надо было советским людям знать то, что им знать не надо. Более невинный вариант революционные солдаты 1917 год толпа флаг темный похоже, что вообще черный на заднем плане не видна рекламная надпись магазина непорядок нужно, чтобы все было более идеологически правильно выдержано поэтому надо нам все это подредактировать и впендюрить правильные лозунги. Вот еще довольно сложный в кавычках пример сталинского фотошопа на оригинальной фотографии стоят девять человек второй справа Рджоникидзе ну Сталина понятно вы узнали сразу с ним рядом Ворошилов второй слева Фрунзе но они все стоят не рядом с вождем народов а нужно оставить более значимых поэтому мы немножечко компилируем ну к тому же там еще и Рейков затесался Рейков расстреляли в общем много много было работы у фотошопистов в Советском Союзе а как тяжко им пришлось в тот момент когда нужно было отовсюду убрать Льва Давидовича Троцкого и даже с тех фотографий которые пошли в народ ну вот например одна из самых известных фоток которые потом и редактировали и обрезали она известна в различных вариантах и вот в таком и вот в таком и кстати эта фотография стала основой для картины Диего Риверы Иосиф Иосиф Историанович прогуливается по каналу Москва-Волга справа от него нарком внутренних дел Николай Ежов в Советском Союзе вообще была уникальная система когда несколько подряд руководителей главной организации которая должна бороться с политическими всевозможными преступлениями и которая заведовала точно так же и всевозможными шпионскими и прочими баталиями вот они оказались враги народа ну то есть Ягода возглавлял это ведомство его расстреляли ему на смену пришел Ежов его расстреляли ему на смену пришел Пере его расстреляли ну а раз Ежова расстреляли то разве может Иосиф Историанович гулять с таким человеком вдоль этого чудесного канала нет конечно же поэтому давайте его срочно уберем кстати ни Ежова ни Ягоду не реабилитировали в отличие от большинства тех кто был расстрелян в те времена такие вот они были прекрасные парни но есть еще немало примеров но я думаю вам хватит для того чтобы понять как собственно действовала пропагандистская машина в то время ну а я вам еще раз хочу напомнить что если вы хотите узнать как например действовала пропагандистская машина в начале 20 века в данном случае на медийных полях сражений в Англии и Америке то вы можете прочитать мою книжку о пиаре во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций и сопровождающим текстом который я писал в основном на основе англоязычных источников также в продаже имеется путеводитель Невский с перцем описание с большим количеством иллюстраций каждого дома на Невском проспекте от Адмиралтистов до Площади Восстания его можно читать не только в Петербурге в любом городе планета Земля ну и остросоциальный роман Корень имеется в наличии напоминаю что идут экскурсии сейчас они проходят фактически четыре раза в неделю с четверга по воскресенье анонсы есть у меня на сайте все интересующие вас ссылки вы можете найти в описании под этим выпуском на этом все оставляйте комментарии увидимся оффлайн и онлайн пока пока